Очаг заражения больше 10 тысяч гектаров. Прожорливые гусеницы хозяйничают в лесах Ульяновской области. Не брезгуют растительностью национальных парков, садов и огородов. Непарный шелкопряд чувствует себя вольготно. Любит полакомиться березой, дубом и липой. В селе Бригадировка Меликесского района вредитель отметился еще в мае. Сейчас на ветках можно увидеть не только звезду всех новостных сводок, но и куколки в так называемой паутине. Ситуация серьезная, но катастрофы нет, отмечают экологи. Борются с вредителем вручную. Обработка началась еще 17 мая. На момент обработки гусеница была первой стадией развития, то есть она была маленькая. И сейчас мы видим до обработки поедания вот эти дырочки на листьях. Это как раз до обработки было. После того, как мы обработали, они, естественно, погибли и осыпались с дерева. Обрабатывали леса от непарного шелкопряда только в двух районах – Новомалыклинском и Меликесском. При этом гусеницы отметились в Сенгелеевском, Чердоклинском, Ульяновском, Радищевском лесничествах. Деньги на обработку выделил федеральный центр. Это 8 миллионов рублей. Боролись с средителем вручную. Между собой специалисты отмечают – способ не такой эффективный, как, например, обработка химическими средствами. Более энергозатратный. Но по-другому нельзя. Причина – законодательное ограничение. Эти законодательные ограничения заключаются в том, что рядом с населенными пунктами, в 300-метровой зоне с населенным пунктом граничащим нельзя обрабатывать. Нельзя обрабатывать в 300-метровой зоне от источников водопитьевого хозяйственного снабжения. В противном случае пострадает не только непарный шелкопряд, но и все остальное – растения, жизненно важные ресурсы и далее по списку. Злейший враг гусеницы – сухая холодная зима и поздняя весна. В этом же году природа сыграла в точности наоборот. Специалистам остается только мониторить ситуацию. В лесах расставляют феромонные ловушки. Принцип действия простой. Бабочек самцов непарного шелкопряда привлекает диспенсер, после чего они приклеиваются на дно западни. Это позволяет контролировать процесс размножения. Феромонные ловушки вешаются на кустарники, либо ветки деревьев на расстояние 1,3-1,5 метра над землей. По предварительным прогнозам, уже через пару недель куколки непарного шелкопряда превратятся в бабочек. Сами по себе они безвредные, но в течение двух-трех суток могут оплодотворить пять сотен яиц. Профильное министерство работает с перспективой на будущее. Уже есть планы на борьбу с вредителем в 2024 году. Сейчас готовится заявка на финансирование на 2024 год. Но в осенний период совместно с лесничествами, арендаторами, с представителями Центра защиты леса мы проведем механический сбор яиц и кладок в тех очках, которые подтверждены. Что касается личных угодий, огородов и садов, жители области могут применять разрешенные бытовые химикаты. Обработкой скверов и парков займутся муниципальные власти.